Есть два вопроса, которые не так давно были возвращены обществу. Два вопроса, которые задают сегодня те, кто достиг некоторой зрелости и понимания происходящего. Зачем мы, я, общество, должны все это видеть? И что в этой связи, обладая этим знанием, я, мы, общество, должны делать? Эти вопросы люди задают сегодня себе, нам, и они с радостью задали бы их специалистам, будь у них таковые рядом. Вот им мы и переадресуем сейчас эти вопросы. И вот первое и основополагающее, что мы должны услышать вначале – вирус здесь. Тем-то и страшно, что он новый и не изучен еще до конца. Мы только-только первые шаги делаем. Учимся лечить пациентов. Мы можем, в принципе, справиться с данной болезнью, но это не говорит о том, что мы можем ее вылечить, и мы ее победили. И до тех пор, пока не будет разработано лекарство именно от коронавируса, не будет вакцины, говорить о полной победе нельзя. Вирус здесь. Он все еще голоден и не видел. Гремучая смесь, не позволяющая многим из нас принимать всерьез смертельную угрозу и просто продолжать жить, как раньше, не замечая очевидного и отмахиваясь от предостережений. Но мир все-таки чуточку изменился. И нам все-таки чуточку нужно меняться тоже. Начинать понимать, что маски, например, уже являются сегодня неотъемлемой частью общественного этикета. Это не вредно и не бесполезно, как думают многие благодаря неустанному труду интернет-докторов около всяческих наук. Маска в общественных местах теперь атрибут человека, который думает не только о себе. Вы не знаете, зачастую являетесь ли вы носителем вируса. И вы защищаете таким образом не себя от общества, а общество от себя. Это элементарное знание того, как это работает. Маска защитит нас от другого больного человека, который носит маску. То есть всеобщее ношение машек оправданно лишь тогда, когда маска находится на больном. Но поскольку мы не знаем, кто больной в окружении, то это всеобщее ношение и осуществляют. А так, когда мы носим маску на подбородке, даже если это ношение всеобщее, никакого смысла в таком ношении, естественно, нет. Так или иначе, мы должны понимать, что любой человек, с которым мы сегодня встречаемся, он может быть носителем. Может быть даже бессимптомным. И вот говорят, вот бессимптомные не заражают. Вот даже ВОЗ об этом сказала. На самом-то деле, ВОЗ уже взяла свои слова назад в полной мере, их неправильно поняли и так далее. И целый ряд серьезных исследований подтверждает, что до 40% заражений происходит именно от бессимптомных носителей. Человечество уже накопило достаточно сведений в ходе борьбы с эпидемией, чтобы выделить некий рецепт залога, если не победы над ней, то как минимум эффективной борьбы. И вот он. Первое. Нужно не спешить со стопроцентным возвращением межрегиональной мобильности на допандемический уровень. Это просто. Как можно меньше передвижений, в том числе внутри страны, между регионами. Второе. Сохранить использование мер индивидуальной защиты и социальной дистанции. Это еще проще. Все меры предосторожности должны быть по-прежнему достаточно строгими и, главное, принимаемыми гражданами. И третье. Улучшать практику отслеживания, тестирования и изолирования инфицированных людей. Посмотрите. Большая часть этих эффективных мер зависит от поведения каждого из нас. Вот социальная дистанция. Что это такое сегодня? Соблюдение дистанции метр и более уменьшает риск примерно на 82%. В том случае, если дистанция становится больше, чем метр, то риск еще более снижается. Избегайте контактов. Количество контактов вне работы и дома не должно превышать более чем 4 контакта в день. То есть это означает, не ходите туда, где у вас нет прямой насущной необходимости. Ведите обычную жизнь, ходите на работу, потому что это важно. Но ограничивайте себя пока. Как бы не хотелось, может быть, вернуться к прежнему образу жизни. И вдруг мы начали при почти 10 тысячах ежедневно обнаруженных зараженных снимать эти ограничения. Но это, по крайней мере, с биологической точки зрения, выглядит достаточно забавным и вряд ли оправданным. И что мы можем сейчас делать сами для себя, в первую очередь, и вот я своим родителям советую то же самое, вообще всем окружающим, которые могут меня услышать, да, и готовы услышать, это проявлять осторожность и, что называется, осуществлять социальную дистанцию. Фактически нужно по-прежнему следить за собой и минимизировать по возможности количество контактов, которые ты имеешь с другими людьми. По расчетам микробиолога КФУ Павла Зеленихина, тот самый коллективный иммунитет, на который могут сегодня уповать те, кто всячески оправдывает свое бездействие, может достаться нам слишком дорогой ценой, увеличив смертность в республике, например, на 30% разом за год. Такова цена бездействия и разговоров на тему того, что, мол, мы все равно все переболеем, и проще расслабиться и продолжать жить. Настолько ли сложно сегодня принять все меры предосторожности, чтобы спасти всех этих людей? В какой-то степени каждый из нас сегодня медицинский работник. С той лишь разницей, что те, кто работает сейчас вот в этих госпиталях, вынуждены разгребать наши ошибки, рискуя при этом куда больше, чем мы там у себя на улицах и в магазинах. То, что им сложно сейчас, мы теперь знаем. То, что им нужно помочь, пересмотрев свое поведение, мы теперь догадываемся. Не стоит кичиться сегодня тем, что вы не верите в вирус и во все меры предосторожности. На свете есть такие люди, которые способны вас переубедить. Если даже вы себя ведете так сами, не подстрекайте других к такому поведению. Пусть вот каждый примет для себя свое решение. Но общественные места, масочный режим обязательно нужно соблюдать. И перчатки нужно носить. То есть вот эти контакты, да, сейчас если откроются гипермаркеты, их, конечно, минимально зашел в маске, что-то купил и вышел. Максимально бывает на свежем воздухе. В транспорте обязательно носить маску. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. А ведь вас действительно сегодня никто не встречает, да? Да. Моя семья пока еще не выздоровела. 26-летнюю Настю Чернышеву, героиню нашего прошлого сюжета, на этой неделе выписали. Мы познакомились с ней две недели назад в реанимации 7-й горбольницы, где два дня она провела на аппарате ИВЛ, но справилась и смогла тогда даже пообщаться с нами. Это страшно. Это ужасно. Настя Чернышева – одна из тех, кто скажет вам правду сегодня. Одна из тех, кого нам сегодня необходимо услышать. На самом деле я, во-первых, хочу поблагодарить персонал больницы, потому что то, что они делают каждый день, начиная от врачей, заканчивая санитарками, медбратьями, медсестрами, это действительно герои. И те, что проходят люди, чтобы выздороветь, чтобы встать на ноги, это очень тяжело. Я читала и смотрела сюжет, и я понимаю, что есть люди, которые верят, и которые не верят, но если бы вы видели то, что видят здесь люди, которые здесь борются за жизнь, вы бы думали по-другому. Многого мы никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем, как жил все эти долгие недели ее полугодовалый ребенок без мамы и без бабушки, которые отчаянно боролись с невидимым врагом вот здесь, в этой больнице. Мы никогда не узнаем, какой ценой и ценой скольких жизней достаются работникам госпиталей эти спасенные люди. Но мы знаем, что эти герои среди нас. Среди нас. Ведь сегодня каждый может стать героем, зная о том, что происходит, и меняя, в первую очередь, свое собственное поведение. Михаил Любимов и Андрей Ключников. Семь дней. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ. Продолжение следует.